На днях в русскоязычном Делфи была опубликована без малого самая смешная новость за последние несколько месяцев. Мэр Таллина Михаил Килворд говорит, что лучше бы кандидаты в мэры столицы от некоторых партий думали о том, как улучшить жизнь горожан, а не о том, как свергнуть власть центристов. И если эта новость не показалась вам уморительной, то, скорее всего, вы просто находитесь вне политического контекста в Таллине. Меня зовут Руслан Дмитриев, я кандидат в городские депутаты, и сейчас мы попробуем разобраться, что же не так с этой новостью. И для начала, когда мы говорим о Таллине, очень важно помнить и держать в голове то, что последние 20 лет Таллином управляли центристы. И все хорошее и все плохое, что есть в Таллине, в основном их рук дело, и не получится спихнуть вину на кого-то еще. Хотя у Владимира Света получилось. Да, к сожалению, здесь у города руки достаточно короткие в том, что мы можем делать. Я уверен, что даже депутаты от оппозиции могут взять это предложение города и его снова внести в повестку. И дабы быть объективным, конечно же, стоит признавать то, что за последние 20 лет центристы сделали в Таллине немного хорошего. Но нельзя эффективно, вечно управлять единолично, потому что любой прогресс меняется на застой, и хорошие идеи рано или поздно заканчиваются. И именно для этого еще в античные времена была придумана демократия. И именно для этого существует смена власти. В этом нет ничего критичного, и в этом нет никакого конца света. Смена власти лишь помогает отсеивать наиболее удачные решения и идеи. Но, к сожалению, сегодня центристская партия — такой кричащий и ходящий под себя ребенок, у которого есть главная и самая важная цель — оставить все как есть и ничего не менять. И, знаете, ладно бы, если бы они дальше просто продолжали сидеть у себя в офисе и перерезать ленточки постоянно. Но когда пчелы выходят и начинают обвинять кого-то в создании меда, это уже просто абсурд. Абсурд. Вместо обсуждения состава возможной коалиции партии могли бы предложить таллинцам концепцию масштабного и долгосрочного развития города. И что же не так с этой цитатой, вы спросите? Эммм... Ну, например, то, что все партии, кроме центристов, представили свои программы или собираются сделать это в самое ближайшее время. Давайте для начала посмотрим, что же представили социал-демократы. «Приведем в порядок дороги и пустим трамвай во все районы города». Первый концепт. Реализуем велосипедную стратегию. Второй концепт. Поможем создать новые рабочие места через развитие малого и среднего предпринимательства. Третий концепт. Притворим в жизнь ночную стратегию и введем должность ночного мэра. Четвертый концепт. Запустим пилотные проекты, четырехдневная рабочая неделя и безусловный базовый доход. Пятый и шестой концепт соответственно. Идем дальше, читаем программу реформистов. Уличное пространство должно быть таким, чтобы безопасно и самостоятельно передвигаться в нем могли 8 и 80-летние. А все самое необходимое находилось в 15-20 минутах пути. Единое бесплатное качественное образование на государственном языке – это решение, которого хотят родители и которое нужно детям вне зависимости от их родного языка. Идем дальше. Пока я готовился к этому видео, оказалось то, что эти 200 еще не успели тоже выпустить свою программу. И я обратился к представителю партии для того, чтобы уточнить пункты их партии. И мне сообщили, что они собираются выпустить программу в течение недели. Поэтому программу эти 200 мы тоже, скорее всего, рассмотрим в каком-то из ближайших видео. Даже у консерваторов уже есть какие-то программы. Например, и сама говорят, что будут переводить школу на эстонский, не допустят повышения налогов, создадут комитет по борьбе с коррупцией, сделают Таллинн более дружелюбным для всех. И даже у фриков типа Экре есть какая-то своя программа, которую, конечно же, после пунктов про то, что мы не допустим ЛГВТ плюс к школам, уже можно дальше в принципе не читать. Но, тем не менее, даже у них есть своя какая-то программа. А у самой, казалось бы, большой и важной партии центристов, которые стоят у власти уже 20 лет, вообще никакой программы нет. Нет никакого намека на нее. Когда они ее выпустят, непонятно, выпустят ли они ее вообще. И отсутствие у центристов программы на столь позднем этапе, а я напомню, что до выборов осталось 2 месяца, и конкуренты вроде реформистов и социал-демократов представили свои программы еще чуть ли не весной, показывает то, что в Таллине царит настоящий застой. И оно абсолютно неудивительно, потому что если мы посмотрим на последние 4 года управления центристов, то мы можем четко заметить, что их решения зачастую принимаются просто хаотично и основываются непонятно на чем. И я уже об этом говорил. Центристская партия сегодня это максимально вредная и подлая партия, которая стоит наравне с Экре. И у них нет никакого желания сделать город лучше. Единственная их задача это оставаться как можно дольше власти. У них нет никакого долгосрочного видения. Решения принимаются хаотично, а политика относительно благоустройства и вовсе унаследована из советского лагеря, где внешняя политика становилась превыше внутренней. И возвращаясь к концепциям, Михаил, неужто вы забыли название собственной партии, которая загубила большую часть всех концепций, которые в принципе были в городе? Начинается моя любимая часть видео. Вишенка на торте. Я открыл предвыборную программу Центристской партии за 2017 год. Давайте просто взглянем на те пункты, которые там были. Диана! Перед выборами партии, как правило, раздают тысячи обещаний. Мы же составили ниже следующий план работы из 181 пункта, стопроцентное выполнение которого мы можем гарантировать. Другие обещают, а мы делаем. Голосуйте за Центристскую партию. Начало уже много, обещающее. Давайте продолжим. Завершим строительство Таллинской больницы. Это та больница с местом, для которой до сих пор не определились? Реализуем программу и план мер по обеспечению доступности Таллина для людей с ограниченными возможностями. Михаил, передаю вам просто пламенный привет от всех маломобильных граждан Таллина. Они просто без ума от ваших кривых пандусов, кривых и узких тротуаров, подземных переходов и автобусных остановок с карманами, к которым автобус не может вплотную поехать, и вся его низкопольность просто пропадает и теряет смысл. Просто они обожают вас. Хотя о проблемах маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями мы еще поговорим в следующем большом видео. Полер-алерт. Реализовав проект новой главной улицы, сделаем центр города более современным. Так, а сейчас мы говорим о той улице, которую свернули из-за того, что там машинка, мало места было, да? Припоминаю такой проект, да, какие-то негодяи ее свернули. Ах, да, это были вы. Совместно с государством реконструируем Горхол. А Горхол и ныне там. Разовьем сеть велосипедных дорожек в Таллине до уровня сопоставимого со столицами других северных стран. С другой стороны, они не уточняли уровня какого года. В принципе, Таллинн сегодня действительно похож на Хельсики лет 20-30 назад. В общем, пацаны голосуем за центристскую партию, остальные там балаболы обещают, а вот эти пацаны делают. На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет? Ну, а если говорить серьезно, то ничего более лживого, лицемерного, мерзкого и наглого, чем центристская партия, сегодня в эстонской политике просто не существует. И, понимаете, Михаил, главная цель оппозиции скинуть вас и вашу партию не потому, что они вам завидуют, не потому, что им вам так не нравятся ваши фотографии с прессом голым, не потому, что они такие жадные до власти, им так хочется усесться в ваше кресло, а потому, что развитие города и новый толчок возможен только в ваше отсутствие. Городу сегодня больше не нужны популисты и лжецы, и городу больше не нужны люди, которые единственное, что пытаются сделать, это удержаться в своем месте и тратят последние силы на самопиарование, на развитие города. И городу больше не нужна партия, которая сотрудничает на полном серьезе с Единой Россией, и городу больше не нужен мэр, который ходит на 60 минут к российским пропагандистам. Поэтому большое спасибо центристской партии за все хорошее, что она сделала за последние 20 лет. Но мы все искренне надеемся на то, что это был ваш последний срок. Увидимся на выборах. Субтитры сделал DimaTorzok